шалом дорогие друзья шаббат шалом мы сегодня приглашаем вас в экскурсию погулять по славному городу Равадган вот мы с женой только что пересекли линию которая разделяет Тель-Авив вот перед вами вот три башни Азриэли на дальнем плане светленькие такие высотные но видны только две из них третья не видна вот кардан большое здание на переднем плане вот мост вон там находится центральная станция железнодорожная Орлозоров внизу и мы сейчас входим в город Равадган который в общем-то ничем не отделен от Тель-Авива кроме вот этой условной границы тут ходят автобусы и по Равадгану и по Тель-Авиву и вообще этот считается центром Израиля большой куст городов Тель-Авив Равадган Геватаем в той стороне находится Геватаем Петахтиква Ришун Лицион Дейбрак Дейбрак находится между Равадганом и Петахтиквой Халлон и Батьям вот это все большой куст большой город Тель-Авива сам по себе Тель-Авив он небольшой городок его можно обойти за полдня пешком Вот мы с вами друзья вошли в Тель-Авив Извините в Равадган Перед нами гостиница Леонардо Сити Тауэр Одна из фешенебельных гостиниц Равадгана Мы сейчас входим в район так называемой бурсы Рамадгановской бурсы Ее иначе называют алмазная биржа Здесь сосредоточен центр израильский Алмазный центр Друзья, Израиль не производит алмазы Но Израиль их обрабатывает И зарабатывает на этом хорошие деньги То есть Израиль покупает у других стран в том числе и у России Алмазы И он их здесь гранит Обрабатывает Огранивает Вот мы с вами сейчас будем проходить Мимо вот Каскада зданий Которые принадлежат Алмазному Вот этому алмазному центру Этой алмазной бирже Вот это не даром, друзья Что Израиль славится обработкой алмазов Потому что в духовном смысле Израиль является Как бы центром мира Духовного Иерусалим Центром мира Столицей мира А обработка алмазов Как бы он огранивает Огранивает Ценности Вот не даром евреи славятся В духовном смысле Вот Своими достижениями В разных областях Много Среди евреев и ученых Лауреатов Нобелевской премии И музыкантов Ну и банкиров Чего греха таить Как бы Путь евреев Он огранивает Обрабатывает Человеческую личность И вот это же не случайно Что именно в Израиле Алмазный центр Всемирно известный Алмазный центр Многие Приезжают сюда Со всего мира Многие бизнесмены Для того чтобы Богатые люди Для того чтобы приобрести Бриллианты То есть обработанные Алмазы Вот видите написано На здании Английскими буквами Израиль Израиль Израильский Мировой Центр Бриллиантов Или еще Алмазная биржа Вот этот Вот эти все здания Принадлежат Тут есть много банков Вон внизу Юнион банк Там еще другие банки Эти здания Принадлежат Еврейскому Израильскому Алмазному Центру Ну а тут еще Идет строительство Вот мы с вами сейчас посмотрим на Очень интересную Мунду Вот сегодня друзья суббота Как я вам уже сказал И Вот то движение Которое вы сейчас видите На этой центральной трассе Которое ведет из Тель-Авива В Рамадган И дальше В ней Брак и Петактик Это маленькое движение Это почти ничего Почти пустынно А в обычный день Здесь очень большие Большой поток машин И часто случаются Пробки Вот посмотрите Какие здания Очень красивые здания И вот друзья мы сейчас Подходим Вот перед нами Самое высотное здание Тель-Авива Вот эту башню еще Называют В народе сигарой Она похожа на сигару Такую Это самое высотное здание Тель-Авива Ну я друзья в этом здании Бывал неоднократно Потому что я работал там Аж два раза И сейчас тоже работаю 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 Вот Внизу Вот там Мизрахи Девоход Банк В этом банке я работаю Уборщиком И что друзья Вообще в этом здании В этом здании Есть все В этом здании Есть квартиры частные Для богатых людей Для миллионеров Которые стоят очень дорого Уборщики 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 И вот мы сейчас друзья Свернем И пойдем по той нижней улочке Вдоль алмазной биржи Уборщики 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 В去了